Дай почитать. Автор очень интересный и авторитетный, доктор исторических наук, профессор РГГУ, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени факультета культурологии РГГУ, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Ранхикс Дмитрий Антонов. Он автор и савтор книг «Демоны и грешники в древнерусской иконографии. Семиотика образа. Цари и самозванцы. Борьба идей в России смутного времени. Иконы советской эпохи. Лики традиции. Анатомия ада. Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии». А еще Дмитрий Антонов читает один из самых популярных курсов по русской иконе и является автором онлайн-практикумов, которые помогают лучше понять древние изображения. Но мир православной иконы необычайно вариативен. Логика изображений вовсе не сводится к книжным источникам. В пяти главах книги «Иконы и люди», «Геометрия иконы», «Знаки», «Сюжеты и знаки», «Курьезные мотивы» можно увидеть, что визуальные композиции порождают новые фигуры и мотивы, выстраивают неожиданные взаимосвязи. Например, лес, рощу, сад можно обозначить двумя-тремя деревьями. Если зима – изобразитель дины, а есть условное обозначение – горка. Все это может иметь символическое значение. Дом соотносится с Богом Отцом как Творцом мира. Горка – со Святым Духом, а дерево – с Христом распятым на крестном древе. Нимб – это главный маркер святости. Он есть в традициях от Египта до Индии, но восьмиконечный нимб русские мастера начали писать с XVI века. Обычно им наделяли Бога Творца. Крест – это прежде всего знак принятых страданий. Кресты держат в руках многие мученики и страстотерпцы. Книга Дмитрия Антонова покажет, что русская иконопись живая и актуальная. 16+. Дай почитать.